Согласно семейной легенде Было столько эмоций и столько страсти И самое главное, что я услышала, это то, что у людей пошли мурашки Это самое главное Когда я толкаюсь отсюда, мне гораздо легче Как для любой мамы, это мой самый любимый, самый родной человечек Талантливая, самая трудолюбивая Мое первое выступление было в 4 года После чего в газетах стали писать, что в городе появилась юная шаманка Она все время хотела быть или хореографом, или танцором Других, в общем-то, не было предпочтений Вот именно искусство Будет очень интересный номер, будет сама Эдит Пиаф И все, и эта песня нам досталась Это сумасшествие На льду пара номер 12 Юлия Савичева и Жером Бланшар На льду пара номер 12 КОНЕЙ УБЛЕНИЕ Мне все время Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юлия Савичева и Жером Бланшар Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, примите цветы и аплодисменты нашей аудитории. Юль, ты расплакалась, почему? Я даже не могу объяснить, просто в конце столько эмоций было и не верилось, что мы сделали, были очень сложные поддержки, поэтому я пыталась себя успокоить и спасибо родителям, что приехали сегодня, поддержали меня. Дорогие друзья, давайте я вас познакомлю с родителями Юлии Исавичевой, это Светлана Анатольевна, мама и Станислав Борисович. Где вы? Вот они, вот они, Юлечка. Ой, привет. Наверное... Это было супер, мне кажется, здесь все сошлось, и музыка, это было потрясающе. Ребята, вы просто молодцы, было здорово, потрясающе, буря эмоций, ну, великолепно. У меня даже слезы... Зацепили по-настоящему. Молодцы. Спасибо большое. Ну, наверное, это тяжело. Светлана Анатольевна, вам особенно переживать за дочь, сидя здесь. Помочь-то вы ей ничем на льду не можете? Ну, конечно, ничем, но я как могла молилась перед выступлением. Я думаю, что ей опять это помогло, моя поддержка, моя ниточка помогла, наверное, доченька тебе. Конечно же, помогло все. Спасибо вам огромное. Я все это чувствовала, спасибо. Станислав Борисович, я правильно понял, что вы учили в детстве Юлю бить мальчиков? Да, это тоже. Нет, я ее не учил бить мальчиков, я ее учил защищаться от мальчиков. Юля, что-то пригодилось? Конечно, пригодилось. На Жероме не покажешь? Нет, на Жероме, он мне еще нужен. Он меня ловит, страшно. Такие приемы смертельные. Она может, да, может. На следующий же день я пришла в школу, и потом преподаватели вызвали моих родителей и сказали, вы знаете, это что-то ужасное, ваша девочка бьет наших мальчиков ногами. Вот так. Спасибо, папе. Но давайте вспомним катание этой пары. Клара, давайте начнем с вас. Вот знаете, когда не хочется ничего говорить, просто сказать «браво», молодцы. Я бы сказал так, я сегодня впервые испытал вот чисто душевный какой-то, я не знаю, трепет, и у меня просто мурашки бежали, честное слово. Правда, прекрасно. Спасибо вам, потому что когда мурашка, это самое главное. Я одна мурашка бежала, много мурашек. Мурашек? Извините. Спасибо. Игорь, у вас побежали после этого танца мурашки по спине? Это та пара, которая, наверное, одна из единственных пар, если бы они не сделали сейчас ни одной поддержки и ни одного какого-то трюка фигурного, а прокатали просто вот с этой душой, с которой они откатали, это тоже очень дорогого бы стоило. Спасибо. Жень, ну у тебя и так сегодня хорошее настроение. Я надеюсь, оно еще больше улучшилось после танца. Я говорить ничего не буду, я просто встану. Ну что, у вас сегодня день рождения, поэтому это мы для вас сегодня катали, и мы для вас сегодня стоим, поэтому с днем рождения еще раз. Спасибо большое, спасибо. А Коля от Сискоридзе? Когда зазвучала эта музыка, я так расстроился, что есть вещи, под которые катать не надо. А сегодня был пример того, как можно приблизиться к идеалу, к гениальным вещам. И у вас это получилось. Браво. И я думаю, что мнение Елены Анатольевны мы узнаем после повтора и комментариев Дмитрия Губернина. Самые эмоционально насыщенные выступления в рамках нашего проекта «Звездный лед». Я думаю, многие сейчас со мной согласятся, потому что то, что исполняется на льду, это образец действительно высокого искусства и поддержки. Посмотрите, как много находок. И песня, которая для Жерома Бланшара является родной, он впитал ее с молоком матери, и посмотрите, как замечательная русская девчонка Юлисаевича вот так же прониклась. Они новаторы нашего проекта. У них почти все получается. Можно профессиональным глазом находить маленькие легкие огрехи в фигурном катании, но здесь, даже если вы будете сквозь лупу, через микроскоп смотреть, вы не найдете ничего. Здесь нет ничего лишнего. Это выстраданное выступление Юлии Савичевой и Жерома Бланшара. Белиссимо! Что же скажет по этому поводу жюри? Высок градус оценки нашего жюри. Николай Цискоридзе. 6-0. Елена Чайковская. 6-0. Николай Басков. 6-0. Игорь Бобрин. 6-0. Евгений Плющенко. 6-0. Клара Новикова. 6-0. Не привыкать Савичеву и Бланшару получать максимум. 36 баллов. Елена Анатольевна, я очень рад за эту пару. И у меня такое впечатление, что когда наши участники зарабатывают 36 баллов, вот эти 36 баллов на нашем проекте бывают разные. Максим, вы, как всегда, удивительно точны. Это было такое слияние с музыкой, это была такая и любовь, и трагедия. Это было так все тонко и чисто исполнено, что вот когда заплакала Юля, я еле-еле сдержала себя, чтобы не разрыдаться вместе с ней. Спасибо. Юлия Савичева и Жером Бланшар. Настя Задовна.